Ребят, привет! Мы сегодня с вами виртуально побываем на двух континентах. Мы переместимся в Барселону, посмотрим, как сегодня живет Барселона. Наша героиня экспата Вероника покажет, как она живет на крыше, как нельзя выходить в город, но в принципе город мы вам тоже найдем, как показать. А также мы с вами переместимся в Аргентину, в Буэнос-Айрес, где Кирилл, шикарный шаги, тоже герой одного из моих выпусков экспатов, расскажет, как он сидит дома, как тоже нельзя выходить на улицу и как сегодня живет Буэнос-Айрес. Ребят, я вам благодарю за то, что делитесь этим видео, пишите комментарии. Ну и да, вы помните, что обычно эти видео начинаются со слов «Поиск авиабилетов и путешествий TripMyDream представляет». Сегодня он, как всегда, тоже представляет, но самолеты не летают, поэтому у нас с вами виртуальное путешествие. Приятного просмотра! Меня зовут Вероника, и это моя третья неделя карантина в Барселоне. Все жители Испании сидят по домам, но мне еще повезло, потому что я, как Карлсон, живу на крыше со своим котом. Без штрафа выйти на улицу можно только в магазин или в аптеку. Небо над городом так очистилось, что ночами стало видно яркие звезды. Я перезнакомилась со всеми соседями, потому что каждый вечер 8 мы всем городом выходим на балконы и аплодируем врачам, которые работают сейчас без устали. Приятно видеть, как в это сложное время испанцы поддерживают друг друга. И они все? Настало время, когда не человек выгуливает собаку, а наоборот. С песиками можно выходить на улицу, поэтому собака моего соседа теперь любима всем подъездам. Одичавшие от домашнего заточения соседи умоляют дать погулять с собакой. Аренда собак претендует стать стартапом года. Всем привет из Аргентины. Меня зовут Кирилл. И вы наверняка помните меня по выпуску программы «Экспаты» из Буэнос-Айреса. Я живу в Буэнос-Айресе. У меня здесь свой бизнес туристический, связанный с родильным туризмом, с эмиграцией. Но, правда, последние пару недель заниматься этим бизнесом все сложнее и сложнее. С 20 марта Аргентина на тотальном карантине. Если ты выходишь на улицу не в магазин или аптеку, а просто погулять, то тебе грозит до двух лет лишения свободы. Если ты выезжаешь на автомобиль, его конфискуют. За первую неделю карантина было конфисковано почти тысяча автомобилей и более 6 тысяч человек были арестованы. Начнем с того, что карантин Аргентина ввела одной из первых в мире. У нас на первую неделю карантина приходится более 500 зараженных и 12 человек погибшими. Это Аргентина в карантине. Такую Аргентину я еще никогда не видел. Буэнос-Айрес совершенно пустой. Есть люди, которые начали собираться в группы по интересам и заниматься спортом. Прямо онлайн, через Инстаграм или через WhatsApp. К ним я тоже пока не присоединился. К кому присоединился, так к своим друзьям, которые живут здесь же, в Буэнос-Айресе. Мы регулярно встречаемся в FaceTime, например. И, в общем, общаемся и пьем вино по вечерам. Так даже комфортнее, потому что тебе после такой встречи не нужно будет больше бежать никуда. Домой. Ты можешь спокойно встать из-за стола, пойти и уснуть. Я не могу выйти из дома, и вид у меня из окна не такой уж красивый, чтобы я вам прямо его показывал. Там два двора колодца, смотреть особо нечего. Выходить из дома я могу только за продуктами или в аптеку. Так вот, чем можно заниматься дома, если тебе вдруг нельзя больше выйти на улицу? Ну, в первую очередь, я начал кулинарные эксперименты. Я начал готовить, не знаю, испек пирог с тунцом на днях. А до этого, не знаю, налепил пельменей. Вы давно лепили пельмени? Вот я очень хотел и исполнил свое желание. У меня сейчас какое-то 270, какое-то место в аргентинском Вивино. И приложение называет меня послом аргентинского Мальбека. То есть я в нем разбираюсь. Значит, только это. Сейчас я заказываю себе отдельно, потому что доставки в Аргентине работают. Разные вина, которые давно хотел попробовать, которые не удавалось попробовать в ресторанах или с туристами. Потому что они не какие-то выдающиеся, они какие-то знаменитые. Мне было трудно их презентовать и объяснить, зачем их пить. Но давно хотелось. В общем, перепробовал. Понравилось. Буду искать места, где их можно выпить вместе с туристами. Возобновить туризм быстро и скоро, скорее всего, не получится. Поэтому основной упор для того, чтобы просто нормально жить, выживать. Малому бизнесу придется делать на оказание дистанционных услуг. Это то, чем мы сейчас занимаемся с моими коллегами. Мы придумываем, как объяснить людям, зачем им нужны наши услуги сейчас, пока у них есть много свободного времени. То есть мы стараемся не упустить этот момент и конвертировать просто любопытных людей из потенциальных клиентов в реальных наших клиентов. Что в случае с родами, что в случае с эмиграцией. Наши соцсети обошел мем мужчины, который вышел на улицу прогуляться с плюшевой собачкой на поводке. Он тут же получил штраф. Что-что, а с чувством юмора у испанцев все отлично. Они стараются не унывать в любой ситуации. Играют в бинго целыми зданиями, устраивают концерты, поют и всячески поддерживают друг друга в этой непростой ситуации. Вид абсолютно пустой Барселоны напоминает кино про апокалипсис. На Рамбле вместо туристов стоят полицейские машины. И лишь иногда мелькают редкие прохожие, которые выгуливают собак или катят тележки с покупками. До карантина таким пустым я видела город только по воскресеньям рано утром. Воскресенье для испанцев по традиции ленивый семейный день, когда магазины не работают и все сидят по домам. Все это ощущается как бесконечное затянувшееся воскресенье. Выходить на улицу без повода не только нарушает правила карантина, но и бьет по карману. В новостях говорят, что только за первую неделю было выписано около 8 тысяч штрафов суммой от 100 до 300 евро. В первую пятницу карантина на выездах из Мадрида и других крупных городов образовались огромные пробки, потому что испанцы по привычке решили выехать за город. Полиция развернула всех обратно и отправила по домам. Также в сети появились объявления о продаже брендированных сумок разносчиков еды, чтобы можно было кататься на велосипеде по городу и не привлекать внимание полиции. Конечно, всегда есть способы улизнуть от карантина, но все же главное понимать, что сейчас не время хулиганить, а как раз наоборот, нужно максимально проявить гражданскую ответственность. Испанцы очень контактная нация. Они обожают тусоваться вне дома, собираться большими компаниями, ходить по барам и кафе. В испанском языке даже есть специальный глагол «salir», который означает всю эту движуху. И то, что сейчас большинство отнеслось к ситуации ответственно и четко выполняет карантин, лично для меня огромная гордость. Испанцы молодцы. Уверена, что благодаря такому единению и дисциплине мы совсем скоро минуем кризис и ситуация начнет улучшаться. После двух недель карантина появилась радостная новость. В Испании достигли плато, и количество смертей и новых заболевших стало постепенно уменьшаться. Я очень надеюсь, что хотя бы к концу апреля мы сможем вернуться к обычному ритму жизни. Сегодня аргентинцам много чего запрещено. Например, запрещено выходить из дома просто потому, что тебе хочется на улицу. Ты можешь выйти или в магазин за продуктами, причем это должен быть ближайший магазин. Либо ты можешь выйти в аптеку за лекарствами, причем и должна быть ближайшая аптека к твоему дому. Единственная активность, которая остается у половины аргентинцев, как вы помните, Буэнос-Айрес это собачий город, это прогулки с собаками. Но опять же, они должны быть недалеко от дома. И выход должен быть именно с целью прогулять собачку, а не с целью погулять с собакой по городу. Аргентинцы спортивные, они много занимаются спортом, в том числе дома. Есть целые группы по интересам, где они друг к другу проводят тренировки. В группах по 4-6 человек в WhatsApp, в Instagram, молодежь, взрослые люди. Люди занимаются спортом у себя на балконах, на террасах. Буэнос-Айрес очень зеленый город, вы помните, очень много террас. Помните по выпускам экспатов, естественно. И люди выходят на эти террасы и занимаются спортом. Все, кроме меня, я пока еще не готов. Я думаю, нужно немного времени, и я как-нибудь уйду из курсов Сомелье на какие-нибудь курсы по экстренному похуданию. Тем более, что уже прямо видно, что надо. Что не только постричься пора, но, наверное, там килограммов 5-7 на карантине за эту неделю я совершенно точно набрал. Потому что движение минимум, а ем я столько же, как когда ежедневно проходил по 10-20 километров. В зависимости от того, как быстро могут ходить мои туристы. Энергия социальная, которая спрятана в каждом аргентинце, она невероятна. Им очень хочется общаться. Им очень хочется быть в контакте друг с другом. И в Аргентине есть потрясающая традиция, которая зародилась с первого дня карантина. Еще президент Фернандес не объявил начало карантина. Буквально за 15 минут до его выступления в прямом эфире люди вышли на балконы в 21.00 и начали хлопать, аплодировать. Аплодировать врачам, которые лечат людей, пока мы сидим дома. Аплодировать полицейским, которые следят за тем, чтобы люди не заражали друг друга на улицах и выполняли распоряжение правительства. Аплодируем всем тем, кто работает, несмотря на высокую вероятность заразиться и достаточно высокую летальность коронавируса. Через 5 минут аплодисментов люди реально стоят 5 минут, свистят, хлопают в ладоши, кричат что-то. И через 5 минут начинается исполнение национального гимна аргентинского, который в нынешних условиях звучит совсем по-другому. Национальный аргентинский гимн был написан в 1813 году таким старомодным языком. И в свете последних событий некоторые фразы из гимна стали звучать совсем иначе, в новом контексте, так скажем. Например, есть такая фраза «Свободные мира сего говорят Аргентине салют». Салют – это привет, и салют – это еще пожелание здоровья, например. И вот люди прям хлопают, улыбаются, чувствуют, что все желают Аргентине здоровья. И еще есть одна фраза в самом конце о том, что мы клянемся умереть со славой. Никогда не думал, что на этой фразе тебя могут пробивать слезы, потому что на самом деле вероятность умереть, она сейчас какая-то достаточно высокая, выше, чем обычно. Поэтому мы все сидим дома. Это очень не хочется, но есть песня, которую люди поют уже больше 200 лет, в которой говорится о том, что мы клянемся умереть со славой. В общем, в целом, новое звучание аргентинского гимна по ночам в 9 вечера, когда его поют абсолютно все, поют и аплодируют. Это тот момент, когда у тебя есть возможность быть в контакте со всеми остальными, со всеми твоими соседями. Ну, я слышу всех соседей абсолютно со всех сторон. Это что-то невероятное. И это то, что… Ну, неужели стоило оказаться на карантине для того, чтобы это пережить вместе со своими согражданами? Похоже. Похоже, что да. Когда мир попытается воссоздать тот образ жизни, который вел до этой изоляции, ну, люди будут смотреть друг на друга уж совсем по-другому. А еще внезапно многие из нас остались без работы, в том числе и я. Я работаю гидом в Барселоне, границы закрыты, туристов нет, экскурсии мы теперь проводим онлайн. Безумно надеюсь, что совсем скоро все это кончится, и мы ворвемся в новый сезон с удвоенными силами. Конечно, сидеть без работы сейчас особенно тяжело. Поэтому гиды со всего мира решили устроить марафон онлайн. И сейчас мы проводим экскурсии в прямом эфире наших инстаграм-аккаунтов. Если вы хотите путешествовать, не выходя из дома, лежа на диване, обязательно зайдите ко мне на страничку и узнайте все подробности. Как бывалый карантинчик, хочу вас предупредить, что сначала будет очень сложно собраться и привыкнуть к новому режиму. Когда вы поборете к прокрастинации, вы скачаете сотни марафонов, курсов и тренировок онлайн. Затем вы наконец-то успокоитесь, осознаете все происходящее. И на этом этапе у вас будет два варианта. Либо просветлеть, либо вернуться на первую стадию. Больше всего мне хочется обнять своих близких друзей, совершить долгожданную пробежку вдоль пляжа и уехать с палаткой на природу. И, конечно же, безумно хочется снова начать водить экскурсии по любимому городу. Как только откроют границы, жду вас всех в гости. А пока желаю здоровья, не паникуйте, берегите друг друга, не выходите из дома без серьезной причины и настраивайтесь на позитив. Все будет хорошо. До скорой встречи в Барселоне. Буэнос-Айрес, в который приехал Андрей, это был город, где можно было, не задумываясь расплачиваться за покупки пластиковой картой, где аргентинский песо имел достаточно стабильную стоимость, где не имело значения, меняешь ли ты доллары в банке или в специальном обменном доме. Никакой разницы. За это время у нас поменялся президент. Девальвировалась вдвое с лишним национальная валюта. Сейчас один доллар стоит порядка 85 песо. Когда Андрей сюда приезжал, он стоил 35. У нас поменялся президент. Новый президент – это президент, в первую очередь, бедных аргентинцев. Бедность при прошлом президенте существенно выросла. Он, похоже, неплохо справляется со своей работой, особенно, когда она не касается экономики. Новому президенту, его зовут Альберто Фернандес, пока дело касалось экономики, все было, ну, в общем, хотелось все взять и переделать самому, глядя на те решения, которые принимает правительство. Когда дело начало касаться ситуации с коронавирусом, я бы сказал, что действия президента достойны уважения, и выбранная им скорость принятия решения, она удивляет. Аргентина и Буэнос-Айрес, такими, какими они стали в марте 2020 года, это совсем другая страна. Это страна, в которой тебя официально с экранов просят, пожалуйста, не давай никому пить из своей, значит, чашки маты и прекратите обниматься и здоровайтесь на локотках или на кулачках. Понимаете, это совсем другой мир. Аргентинцы обнимаются, целуются, делятся своими чашками маты с металлической трубочкой, которая одна вот на всех, они все из нее пьют. Это совсем другая Аргентина. Это Аргентина, которая существенно повзрослела и совсем по-другому стала смотреть на вопрос санитарной безопасности. Я не знаю, когда выйдет тот выпуск, который готовит Андрей, но я совершенно точно знаю, что вот отсюда с передовой, из страны, которую Всемирная организация здравоохранения выбрала для создания и проверки возможного лечения коронавирусом, одна из десяти стран это Аргентина, отсюда хочется сказать, ребята, нет лучшего способа борьбы с коронавирусом, чем брать его из мора. Нужно сидеть дома и не контактировать с другими людьми, чтобы заразить как можно меньше людей, чтобы время эпидемии растянулось и медицинские учреждения могли подготовиться к наплыву пациентов, и чтобы количество этих пациентов в единицу времени было как можно меньшим, чтобы спасти как можно больше жизни. Сделать это очень просто, нужно просто сидеть дома, честно. Не нужно искать способ, как нарушить карантин. Не нужно брать с собой собаку и идти через весь город, потому что вам хочется погулять. Все равно никого нет на улице. Если все так сделают, вот о чем нужно думать каждый раз, нарушая карантин. Если все так сделают, то это не карантин, он абсолютно будет бессмысленным, и все приложенные усилия, они будут впустую. Ну и, конечно, не забывайте о себе. У меня есть чудесное правило. Когда мне чего-то хочется, я никогда себе не говорю, нет, ты этого не достоин, или нет, это не сегодня, это в другой раз. Я открываю приложение в айфоне, заметки, и туда записываю то, что мне хочется. Это не значит, что оно ушло в долгий ящик и никогда не будет исполнено. Это значит, что периодически, когда у меня есть время, я открываю свой список желаний, и если вижу, что прямо сейчас могу что-то из этого исполнить, исполняю. И также каждый раз, когда я горд собой, когда я доволен достигнутыми результатами, когда я понимаю, что я достоин похвалы, я сам себя хвалю, открывая этот список желаний и исполняя оттуда что-то, что мне принесет в моменте наибольшее удовольствие. Знаете, самое время, если вы еще не ведете такой список, начать его вести, и самое время вписать туда то, что вы больше всего хотите сделать сейчас, для того, чтобы сделать это тогда, когда карантин будет снят. Берегите себя, будьте здоровы, и, пожалуйста, ну, в общем, приезжайте в Аргентину, что еще могу сказать. До связи.